2, 3, 4, 4, 4, 5, 10, 9, 8, 9, 9, 9, 10. Я у меня уже доска кончила, отменю это число. Потому что мне оно будет не нужно. И расскажу о том, что такое жадный алгоритм. Если у вас меню заказит числа, и вы любое натуральное число берете, то жадный алгоритм, это вот что такое. когда вы каждый раз берете наибольшее число которое можно взять ну давайте скажите какое число не только не слишком большое 21 неинтересно 21 до 21 я сразу беру и все 40 отлично что такое 40 40 это 21 плюс 19 34 конечно 434 а что такое 66 это 5 и 1 понятно каким образом число 40 записывают в системе числения фибоначчи следующим образом 34 берем 21 не берем 13 не берем 8 не берем 5 берем 3 не берем 2 не берем 1 берем все понятно вот так вот записывается в фибоначчиевой системе числения число 40 сейчас здесь у меня будет н здесь у меня будет столбец а н записанный в обычной системе числений а под ним будет написано а н в фибоначчиевой системе дальше будет обычное число б н и под ним надо будет написать б н в фибоначчиевой системе единица единица двойка а н просто взять переписать оставьте 11 12 14 не 16 а теперь фибоначчи и системе давайте 1 1 1 1 0 мы берем тройку а потом не берем тройку и не берем единицу это 3 1 это 1 0 1 8 просто есть таблица это единица с четырьмя нулями отлично 11 это 8 плюс 3 это 8 3 1 это 13 3 единичка два нуля единичка а вы складываете просто 6 9 7 и 11 20 теперь 8 и 12 23 и 26 отлично 7 это 5 плюс 2 нас только нолик добавляю все что что нолик нужно добавлять все не торопитесь пожалуйста она видите она человек честный поэтому вот эти вот ваши бандитские методы для нее абсолютно исключены что такое 20 это 13 плюс 5 плюс 2 что такое 23 это 21 плюс 2 и наконец последний удар что такое 26 21 и 5 21 и 5 да единичка два нолика единичка и три нолика спасибо вам кто скажет как можно получить нижнюю строку из три нолика и четыре нолика нужно приписывать нолик к этому числу что справа нолик приписать нолик а наоборот как получить из нижней строчки нужно стереть нолик на самом деле на самом деле вы не понимаете какое количество сюжетов которые раньше рассказывали студентам да и то не всем сейчас рассказывают второклассникам и третиклассникам я очень хорошо помню как считалось что задача о нумерации деревьев n степени n минус 2 можно рассказывать только на сборах на международную олимпиаду честно переход из нижней строки в верхнюю вот-вот-вот из БН у Фибоначчи и у Ванны происходит отрезанием последнего нолика при этом если в число кончается начетное число ноликов то оно обязательно будет в этой строке а если кончается на нечетное число ноликов то будет обязательно где? в нижней строке отлично так вот прежде чем мы ничего не будем делать господа мне скажите простую вещь мне скажите простую вещь какие последовательности нулей и единиц вообще являются фибоначчевыми записями чисел молодец докажите что не может быть две единицы подряд у нас есть две единицы подряд то возьмем то есть у нас есть запись фибоначчевые запись фибоначчевые есть какая-то группа из подрядовщих единиц да понятно что можно ну то есть фибоначчи вот это число это сумма от этих двух да предыдущий число фибоначчи сумма да поэтому вместо того чтобы пройти эти два то есть смысл такой если вы берете и 34 и 21 на самом деле можно было взять 55 а по жадному алгоритму потому что это жадный вы должны понимать если вы вот взяли эти два числа на самом деле вы ошиблись на предыдущем шаге надо было взять 55 все поняли то есть здесь у нас есть последовательности обладающие следующим свойством две единички не могут стоять рядом две единички является чьей-то фибоначчевой запись на самом деле нужно доказать какое это свойство что алгоритм будет жадный да если вы берете любую сумму чисел фибоначчи ну так уж как доказать дело десятое давайте я сначала сформулирую утверждение если вы берете сумму нескольких чисел фибоначчи где нет соседних в нашем ряду то сделав жадный алгоритм вы получите именно эту последовательность для того чтобы это доказать естественно нужно доказать что на первом же шаге вы возьмете именно понятно о чем я открою а что для этого нужно доказать вот представьте себе у вас есть какая-нибудь сумма чисел фибоначи типа этого 4-5 для 1 к этой сумме применяете жадный алгоритм что нужно доказать что нельзя будет взять 55 так согласны что мы говорим именно это а не это для этого нужно доказать что господа вот это вот число смотри 55 минус 34 это 21 правильно так вот нужно доказать что 21 больше чем вот то что здесь могло набраться а это почему что это индукция боюсь что это индукция вот у нас есть может все от всех возможных таких фибоначевых записей да вот докажем что в каждой из них ну давайте индукция по количеству знаков ну по длине записи по длине записи докажем что каждый из них является записью изложения какого-то числа с жадным алгоритмом ну во-первых найдем это число мы просто возьмем посмотрим на число фибоначи которые соответствуют каждой из единички и из сложных получим то число которое мы собственно разлагаем теперь вот это число а которое в фибоначи степени выглядит как один но мы дальше еще что-то мы нашли за это достаточно длинное больше двух знаков вот для меньших и так понятно теперь говорим что ну вот это фи кате это фи к-1 и теперь вот эта запись это запись числа которое не превосходит фи к-1 потому что если бы это число превосходило фи к-1 ну или равновесо тогда противоречие получилось бы на более раннем этапе да противоречие получилось бы на более раннем этапе то есть фактически сейчас Андрей пользуется методом бесконечного спуска вот это число мы могли бы взять здесь за единицу не следующую единицу которая здесь а вот здесь и значит алгоритм был бы не жадный но мы предположили что при всех более коротких записи алфейт был жадный значит здесь не могло получить число которое больше чем фи к-1 а значит ну раз здесь число меньше чем фи к-1 то сумма с фи катом здесь получается меньше чем фи к-1 все это число значит это единица действительно взята по жадному алгоритму а после этого мы ее берем фи к-1 мы не можем здесь и дальше опять же по индукции все делается у нас остается разность аниус фи к-1 и на нее можно отказать для этой записи Даша вы поняли? да в качестве такого лирического замечания если складываешь числа фибоначчи следующим образом 1, 3, 8, 21 все знают сколько получится? 3, 4 еще раз 1 1 считать 3 успели сложить? 4 8 13 21 33 33 это на единицу меньше 4 понятно? и если складываешь ну с учетом вот этой единицы что она была 1 и 2 получаешь 3 1, 2 и 5 получаешь 8 1, 2, 5, 13 понятно? ну а соответственно без единицы будет меньше ну как раз на единицу меньше так и еще лирическое замечание и дальше займемся делом я сейчас выпишу фибоначчи его записи через запятую и так единица это фибоначчи его записи числа 1 дальше как записывать двойку? 1, 0 как записывать тройку? 1, 0, 0 1, 0, 1 вот смотрите в тот момент когда у нас получилось чередование единичек и нулей происходит что? переход в следующий разряд как происходит переход в следующий разряд? единица с тремя нулями дальше у нас что будет? единица, два нуля, единица единица, 0, 1, 0 идея понятна? и здесь что происходит? единица с четырьмя нулями в общем, ребята каждый выпишите и посмотрите помните мы с вами когда изучали число фибоначчи решали задачу о замечательном мальчике который учился получая двойки и пятерки только и там еще был такой принцип как только он получает двойку так с ним дома проводят персональную работу и после этого он обязательно получает пятерку а если он получает пятерку то никакой персональной работы с ним дома не проводят и он после этого получает или двойку или пятерку так? помните? и помните там был ответ сколько существует таких записей? вспомнили? сколько их штук? таких записей данной длины? число фибоначчи единичка это как бы двойка а нолики это как бы пятерка вот записей длины 4 существует в точности 3 штуки вот записей длины 5 будет существовать честное слово 5 штук что по сути у нас записи фибоначчи это такая запись из нулей единиц в которой после каждой единицы обязательно идет 0 это единственное условие на записи вот это и есть точность нашей задачи просто меняем все двойки на единицы все пятерки на нули и получаем точность записи фибоначчи почему это будет необходимое число потому что можно поспереди нолики писать во первых и добавить еще одну запись из одних ноликов а вот это число последнее из четырех это в точности число фибоначчи минус 1 значит количество таких записей разбудит в точности число фибоначчи потому что еще вот это добавляется из одних ноликов еще раз если мы приписываем нолики спереди тогда наше свойство не меняется что после каждой единицы обязательно идет нолик если там есть цифра ну, замечательно количество записей из четырех знаков таким образом если мы будем еще нолики приписывать это получается в точности число фибоначчи вот это следующее потому что здесь количество чисел это один, два, три и так далее фикаты минус один и ноль значит всего их фикаты и заметим, что из описей длины ровно длины четыре то есть без записи ноликов то же число фибоначчи другое потому что ну вот записи, которые начинаются хотя бы на один ноль то есть записи длины не превосходящей три у нас число фибоначчи предыдущее фиками минус первое записи длины четыре фикаты ну, значит, количество записей которые начинаются на единичку или из четырех знаков это у нас фикаты и минус фиками на скорость и фиками на стороне все, спасибо так, а теперь вопрос, на самом деле, ко всем тем, что там делят очевидно вам эта номерность или нет число n в фибоначчевой системе что такое двойка записанная фибоначчевой системе я это объяснял совершенно вверх тройка в фибоначчевой системе единица с двумя нулями да это тройка плюс один это три ноля нет сейчас там все же есть четверка нет это три плюс один тройка есть двойки нет а единица есть да что такое пятерка пятерка есть тройки нет двойки нет единицы нет там где нет пишешь 0 тройки нет двойки нет единицы нет отлично семерка это пятерка есть тройки нет двойка есть единицы нет восьмерка это вообще число фибоначчи Пятерки нет, тройки нет, двойки нет, единицы нет. И что такое 10? 8 плюс 2. 8 есть, 5 отсутствует. Да, все, спасибо. А вот теперь, дорогие мои, вы должны смотреть на 3 строчки. В системе А записано, Фибоначчи, и Б. Понять, как там все просто. Не понимаете? Никакой связи нет? Вообще никакой. Последний столбец. Мне кажется, что все-таки что-то здесь видно. Смотрите, вот у нас есть такой блок 0, 1, 0. Он на самом деле здесь написан с добавлением нуля, и здесь же он написан с добавлением двух нулей. Разве не так? Вот здесь вот у нас есть блок, то же самое. Здесь к нему добавлен 0, здесь добавлено два нуля. В принципе, как бы все было замечательно, сдвиг на единичку записи, чем отличается запись там АН-го от записи БН-го? Тем, что происходит сдвиг на единичку, правильно? Но когда вы из большего числа Фибоначчи читаете число с единицу меньшим номером, то у вас же фактически происходит получение числа Фибоначчи.